Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала. Это Дзюдок, с вами Роман Карасик. Сегодня я веду репортаж с тренировочной базы, олимпийской тренировочной базы Бельмикен, которая расположена в Болгарии на высоте более 2000 мм. Это международный тренировочный центр. И здесь сейчас проходит садминный тренировочный сбор национальной команды Болгарии под Дзюдок. На самом деле для меня это новинка увидеть совместный тренировочный сбор. И сегодня я сниму этот репортаж, где дзюдоисты и самбисты Болгарии тренируются вместе, готовятся к нашим спортивным соревнованиям. Ближайшие, конечно же, самые важные – это чемпионат Европы и по самому дзюдо. Ну и идет очень упорная подготовка к Олимпийским играм для дзюдоистов. Те, кто уже набрал очки рейтинговые, кто еще успеет набрать эти очки и попасть в Олимпийский игр в Париже. Здесь сегодня находятся и Вайл Иванов, и Янислав Верчев, и Данил Тихин, и другие спортсмены. А также, что касается сборной Болгарии, вот здесь и Иван Харков готовится к очередному чемпионату Европы. Мы это все снимем, покажем наш репортаж, и в общем-то, как это все проходит. Я имею в виду тренировочный процесс. Сегодня конкретно день борьбы будет, ну, немножечко, как в тренировочном процессе проходят свободные поединки самбистов. И сюда подписывайтесь на YouTube-канал Планета Дзюдо, с нами интересно. Объединяем всички, и това си говорим с всички тренировочни, че това е истината, да се объединяваме, да тренираме и да лървим въпред. Трудно, че няма. Надявам със се по-ческо да стават и нащата. Дзюдо, само, винаги съм виден едно взаедно, едно цяло, и трябва да подължим. Здравствуйте, Иван Нетов. Сегодня проходит тренировочный сбор. И для меня это очень интересный сбор, потому что самбисты вместе с дзюдоистами, национальные команды самбо Болгарии и национальные команды дзюдо Болгарии вместе. Почему так проходит тренировочный сбор? И всегда ли так он проходит? В принципе, здесь не совместный сбор, здесь сбор под дзюдо и сбор по самбо, а мы делаем совместные тренировки. Это хорошо. План отделан на сам вид дзюдо. Ну, просто я всегда говорил, я сам участник на двух унипиад по дзюдо и на 20 чемпионатах Минира по самбо. Просто это очень-очень, это братский вид спорта, и надо друг другу помогать. И просто мне очень приятно, что так случилось, что мы делаем совместные тренировки, боремся, учимся друг друга, и это очень-очень-очень важно. Это преемственность. И так и надо. И не только в спорте, и не только в самбо, в дзюдо, но так и в жизни. Вот президент, который был 20 лет, по самбо президенту наш, Румин Стойл, сейчас президент дзюдо. Я был старший тренер в сборной дзюдо, потом был старший тренер в послуге. Вот это. Мы всегда были руками. И это хорошо, это очень хорошо. И самое важное, что это ребята, они друзья. Вот и Иванов, который сейчас у него фото за муфийских играх, уже третий раз будет. Он два раза чемпион мира по спортивной самбо за молодежь. Второе место на чемпионат. Просто вот так. Всегда. Это очень-очень. И самое интересное, что вот здесь даже наш президент, он тоже тренирует, президент федерации по самбо. Мы сейчас услышали из президента федерации по дзюдо, Румин Стойл, он говорит, ой, как мне понравилось, я хочу тоже сейчас одевать и поеду поборемся с этим вместе. Просто вот это красиво. Вот это улыбка, и очень красиво. Вот это улыбка. Вот это улыбка. Здравейте, господин Димитров. Покажите. Аз за первый път видях, что президент на федерации самбо в Българии, да участват и да соборят се на лагерь. Да. Ви така правите постоянно? Постоянно, постоянно. Аз тренирам постоянно с собора. и това ми достава удоволствие, за да мога да ги дъпровявам и да следват моите титли и моите успехи в световен масштаб, на титли и в живота. Покажите за первый път видях заедно отбор на самбо и отбор на джудо и национален отбор. Да. Тренират заедно. Това е постоянно така правите или понякога? Или това е за первый път така? И каква е основна идея за совместен лагерь? Ние сме в прекрасните им отношения с президента на Българската регидация Коджио Румен Стуенов. Разбрахме, че те ще имат лагерь тук на Белмекен. Казахме да направим един съвместен лагерь. Разбрахме се и ето ни тук. И това е резултатът от лъгви. Хубавко затворен лагерь. Днес на Белмекен Олимпийски център за подготовка спортисти Български националният бор за джудо и самбо. Защо така заедно правите лагерь? Значи, то е лагерът си е базов за два пъти в седмицата да правим съвместни тренировки с две рандори на японски буби на... А основна задача ка смешане самбо, джудо. Защо така? Това е дават някой допълнителния ефект за тренировочни процеси? Точно така. Обострят са на джудистите повече на листите, защото при тях при нас джудото няма пипане за краката и когато пипне има дразнител, който трябва да преодолееш. А така правите постоянно или понякога? И в София имаме традиция вторник и четвертък се събираме пак всички са добре дошли саммисти джудисти от цяло върване. И няма никакви проблеми от федерацията до самбо да заедно правите такиви тренировки? няма няма